В Алматы около 800 автобусов оборудованы пандусами, но в муниципальном автопарке признаются, что спецподъемниками практически никто не пользуется. Между тем в мегаполисе проживают более 4000 инвалидов-колясочников. Почему созданный для них сервис остается невостребованным, выяснял Оскар Сергалиев. Председатель районного общества инвалидов, юрист по образованию Улан Инкарбеков по роду своей деятельности часто передвигается по городу, ездит на поездах и летает самолетами. И о проблемах людей с ограниченными возможностями знает не понаслышке. Железная дорога очень сложная. Вот у нас, знаете, Алматы-1, Алматы-2. Это вообще не приспособленные к коляскам ездить. Но мы сейчас ведем переговоры и вроде бы уже достигли результата, что они будут на подъемники брать, чтобы инвалиды могли на поезд сесть. Что уж говорить о длительных путешествиях, когда расстояния в пару остановок преодолеваются с большим трудом. И это несмотря на то, что сотни городских автобусов имеют приспособления для перевозки инвалидов. Сейчас в Алматы проживает больше 4000 человек, которые передвигаются на инвалидных колясках. Но никто из них практически не пользуется общественным транспортом. Между тем, в городе ежедневно курсируют 600 автобусов и 195 троллейбусов, оборудованных пандусами. Чтобы попасть в салон автобуса, нужно не больше минуты. Но, по словам председателя общества инвалидов, отлично работающая техника еще не гарантия того, что колясочник все-таки сможет стать пассажиром общественного транспорта. Уже сколько раз наши инвалиды мониторили. Там даже шофера не умеет открывать этот специальный пандус. Они должны подъезжать близко очень к бордюру и открывать эти пандусы при виде, когда инвалид стоит на остановке. Но, к сожалению, это все осталось разговорами. В Алматинском центре занятости обещают, что уже в следующем году этот вопрос будет решен совместными усилиями городских властей и общества инвалидов. На настоящий момент стоит вопрос об обучении водителей. Кроме того, надо адаптировать и сами остановки. То есть инвалид мог спокойно передвигаться по этому остановочному пути. Сделать Алмату безбарьерной для инвалидов городские власти обещают к 2018 году. Уже сейчас в городе действуют новые правила. Организации, которые не установят в своих зданиях пандусы, будут привлекаться к административной ответственности. Оскар Сергалиев, Валентин Лобанов и сержант Жумабаев. 24КЗ из Алматы.